Рассказывая президенту о ситуации в регионе, губернатор отмечает, в целом ситуация нормальная. Рост в промышленном производстве, небольшой минус в автопроме, но у автоваза выходят новые модели. Владимир Владимирович называет «Ладу Весту» хорошей машиной. Во время тестирования в Европе участники приняли ее за иномарку. На подходе — «Лада Икс Рей». На эти две машины, по словам Николая Ивановича, предполагается пересадить 85% чиновников. В частности, он отметил, что глава Самары уже ездит на Тольяттинском автомобиле. Спасибо вам большое за поддержку. Реации хорошие. «Ладу Весту» — хорошая машина. Тестировали в Европе. Те, кто принял участие в тестах, не могли определить страну происхождения. Либо одну из европейских стран, либо Японии. На самом деле она современная машина. И 15 декабря пойдет «Ладу Икс Рей». Тоже хорошая машина. Мы будем найти две машины, пересаживать процентов 85 чиновников. Здесь средний, даже выше, чем средний, и ниже слой. Уже в городе Самаре мэр ездит. В общем, и дальше. Все, что будем менять, будем менять. Потому что там есть сейчас и по безопасности условия европейский стандарт. Еще один позитивный момент — рост объемов строительства жилья на 126%. Хорошо, потому что в целом мы знаем, что ситуация в отрасли непростая. А у вас рост? Я посмотрел здесь по таблице. Да. За счет чего у вас получается? Ипотека пошла. Мы включились в программу федеральную доступную жилью российской семье. Там 10 миллионов квадратных метров по стране должны, по вашему указу, по стране правительства. Мы в этом пилотном проекте, и за 200 тысяч квадратных метров этого года 50 тысяч в Самаре будет. Каждый четвертый квадратный метр в Самаре будет строиться. Губернатор рассказывает, в регионе планомерно идет выполнение майских указов президента. Так, до конца года появится 4,5 тысячи новых мест в детских садах. Президент обращает внимание, в Самарской области сократилась задолженность по зарплате. Очень хорошие показатели, хороший признак. Значит, внимание этому есть, нужно и дальше не ослаблять внимание к этим вопросам. На встрече затрагивают и другие важные темы. Подготовку Самары к Мундиалю, которая идет в соответствии с графиком, и важнейшие вопросы – развитие транспортной инфраструктуры. Президент поддерживает строительство многоуровневой развязки на трассе М-5 в Тольятти. Она позволит увеличить пропускную способность магистрали. Одобряют на федеральном уровне и строительство Фрунзенского моста в Самаре, который должен быть возведен к 2018 году. Андрей Волков, Лариса Шалафаст, События.